Доброе утро, мои хорошие! Мы проснулись с малышом в хорошем, прекрасном настроении. Сейчас я выпью кофе, накормлю малыша, дам ему лекарства, и мы поедем к маме. Вот, я выспавшись уже два дня, высыпаюсь просто, как я не знаю, очень рано ложись спать. И, кстати, хорошая новость, я вчера ночью загрузила песни, все свои песни на один из сайтов. Нашла какой-то сайт, загрузила все свои песни, там добавила клипы, фотографии. В общем, ссылку я оставлю внизу, там вы сможете их скачать, послушать, потому что очень часто спрашивают меня, где можно скачать, а у меня они только в ВК были. Теперь я их загрузила, можете скачать и слушать с удовольствием. И да, я готовлю новую песню, две даже песни. В общем, надо набраться немножечко терпения, и все будет. Я сама их каждый день кручу в голове, потому что я хочу, чтобы они скорее выжили в свет. Вот такие вот интересные песни. И все, сейчас мы кушаем, бегим к маме. Я вас беру с собой, оставайтесь со мной. Доброе утро всем. А, да, решила с утра, вот так как я делала автозагарчик, да, у меня немножко кожа приобрела, здесь может быть не видно, но приобрела такой оттенок золотистый, легкий-легкий. Это Кларенс. Кларенс. Блин, опять забыла. Кларенс. У меня капельки такие, которые добавляются в крем. Я добавляю в крем, и получается такой легкий отлив. Накопительный эффект имеет. Вот, а сейчас буду пить. Это я, помните, говорила вам о Тормель. Я вот такие вот штучки пью, я их что-то перестала пить, забросила. Вот сейчас опять начну, вот, потому что сегодня солярий будет. Еще, может быть, я сегодня пресс покачаю, да. Сегодня такой будет день, я буду заниматься собой. И погода хорошая. Хотя обещают дождь. Но я вижу солнышко, и думаю, все будет хорошо. В общем, сейчас растворю это и выпью. И мой сладкий зайка-зайка-зайка-зайка-зайка-зайка. Все, девчонки, кстати, я разобралась с антибиотиком. И сразу хочу посоветовать, если кто-то сталкивался с такими же проблемами. Потому что флимоксин, который мы давали, он до конца в воде не растворялся. И у него такой есть неприятный такой привкус. Даже мне самой его не всегда приятно было пить, когда приходилось пить антибиотики. Смотрите, мне вот посоветовали. Просто изначально продавалось вот это в порошке. И я подумала, что оно тоже будет так же, как флимоксин, не растворяться. На самом деле, очень хорошо растворяется. Вот здесь то же самое активное вещество, что и в флимоксине. Вот это вот амоксицелин, антибиотик. Вот. Здесь растворяется все, здесь по инструкции написано. И получается, вот смотрите, видите, она вот прям вот реально как сиропчик суспензия. Очень пахнет вкусно, прям апельсинкой такой, знаете. И ребенку намного приятнее это пить. Здесь, ну, разные дозировки для разного возраста. В общем, там все надо высчитывать. В общем-то, вот такая вот штука. И хранится она в холодильнике 7 дней. Как раз настолько, насколько нужно ребенку там пропить. Но нам осталось 5 дней. Ой. Нет, не 5. Нам 4 дня осталось. Вот. И я вот решила дать ему это. И вот он с удовольствием, как сиропчик, вкусненький, сладенький попил. Так что вот это оно. Стоит всего лишь 137 рублей. Вот. И для детей, и для взрослых, по-моему, это классно. Так что спасибо за совет, кто меня советовал. Это... В общем, родственники. Как это сказать? Кто кому приходится. В общем, Машенька, спасибо тебе. Ура! Мы вышли из дома. И я уже давно-давно хотела завить свои волосы. И немножко так их приложила. Завела своей любимой плойкой. Потому что она все это делает быстро, за 5 минут. А с малым вообще невозможно это делать. И это было тяжело, но мне удалось это сделать. Вот. Все, мы едем к маме. И дальше путешествуем по делам. Все, я вас люблю. Целую. Вот она я во всей красе. Вот моя укладка, которая уже распадается. Ну, она такая специально была сделана. Такая. Ну, я, конечно, не хотела, чтобы она распадалась быстро. Одела кофточку такую сегодня. Костюмчик. Костюмчик. Вот. И такая я сегодня бегаю, значит. По делам. Все, сейчас с мамкой поболтаю и отправлюсь. Фикс-прауз первым делом. Здесь в Александровке фикс-прауз. У них всегда новинки. Это одно из важных дел, потому что вы просите фикс-прайс. Я о вас думаю. Значит, надо снять видео о фикс-прайсе, а значит, нужно какие-то новиночки приобрести. Блин, так плохо, что у меня уже все из фикс-прайса есть. Меня это прям обижает. Ну, вот это я же не буду покупать. А показать хочу. Для пацанов. Ну, это еще маленькие. Такие жилеты. Буроники. Так, кажется, пацанам будет классно. Ой, конфеты. Что-то здесь в детском делаешь. Такие вертушечки. Что это? Светящийся фризби. Вообще крутец. В общем, этот поход был быстрый. Я, конечно, себе взяла тут. Кое-что нашла. Но я думаю, что надо еще в какой-нибудь фиксик забежать. Потому что, ну, блин, одно и то же. Но сколько можно, в конце концов. Фикс, порадуйте нас новыми новинками. А не по одной три штучки новых. Вот. Сейчас едем в Мегу. Готовлюсь к конкурсу вам. Для вас к конкурсу готовлюсь. Блин, забыла важную бумажку. Выбежала из дома. И мама распечатала мне. Мне надо ее взять. И в итоге я выбежала из дома, потому что я поставила так машину, что фура не могла проехать. Вот вышла реально 5 минут. Я еще поднималась, и сосед сказал. Говорит, Дюшка, вы так поставили машину. Там фуры могут ездить. Не проедут, задедут. Я говорю, да ладно, что за 5 минут случится. И, конечно же, фура. Я выбегаю там просто через 4 ступеньки. Я говорю, 5 минут, и фура тут как тут. Что такое? Иногда мне везет, а иногда что-то такое происходит. Так, сейчас, что же без этой бумажечки делать? Сейчас зайду, спрошу. Блин, а! Это судьба, похоже. Вот я в Леди Коллекшн. И собираюсь сделать еще один конкурс. Только тот был конкурс в Инстаграм, а этот я хочу сделать на Ютубе. Это будет отдельное видео, когда я покажу все, что я взяла, и сделаем конкурс. Совсем скоро, не пропадайте. Все, девочки мои, я набрала себе, ой, сколько всего интересного, вкусного. И вам тоже подготовила сюрприз. Так, теперь я иду в Ашан, быстренько наберу мелкому всему, и дальше буду соображать, что мне надо сегодня сделать. Давно хотела взять себе вот такой наборчик, чтобы там были разные цвета, таких маленьких сережечек. Как раз таки, чтобы они дополняли образ, да, цветом. И были негромоздкие, потому что я взяла еще там желтые, такие большие, классные вообще, знаете, а-ля стиляги, наверное, что-то такое. В общем, я все вам покажу в отдельном видео с конкурсом и со всем, что я купила. Блин, сломала всю баррикаду. Такой десерт шикарнейший. Я его успела заснять в Инстаграм, и просто так хотела сладенького, что его сломала. Ой, на губах еда. Его сломала и вспомнила, что я снимаю влог, как всегда. Так вкусно. Ну все, я поняла, мне теперь есть дело до каждого ребенка. Особенно, если это пацан. Сейчас сидела, пила кофе, заходит парень с дедушкой, наверное, и просто дрожит весь такой на нем еще. Я говорю, ты что, жара такая, что ты купался где или что, простыла. У меня, как назло, ничего, даже не месила с собой не было. Обычно я ношу с собой, не месила на всякий случай, обезболивающее, противовоспалительное. Хотела дать, блин, все перерыло, ничего нет. Дрожит пацан вообще, все, простынет, я переживаю. Ему чай взяли, но ни меда, ничего не было. А что, я переживаю теперь, офигеть. Просто, блин, будьте все здоровы, зайки. Потому что я вот сейчас лечу ребенка, и, конечно, это сопли, горло, кашель. Не нужно болеть. Он два дня просто вот такой вот, руку поднимаешь, он сил нету, спицы вы меняет. Поэтому, ну, уже, слава богу, на поправку, уже бесится, крутится, вертится, но все равно. Не болейте, детки, следите за здоровьем. Лето на носу, купаться, мороженка, для этого нужно быть здоровыми. Вышла из солярия, так хорошо, как всегда. Блин, кашелька жалко детская, покачалась бы на ней. Что-то солнце светит, а ну-ка. О, нормуль. Кстати, я хотела сказать, что я хотела сказать. Я хотела отдельную благодарность выразить тем людям, которые в комментариях помогают мне отвечать на одни и те же вопросы, которые мне задают. Потому что новые люди приходят, они меня видят, и первое, что у них там, замужем, не замужем, где муж, сколько ребенку месяцев или лет, сколько мне лет. Ну, в общем, разные такие вопросы. И мне очень приятно, на самом деле, читать, когда люди отвечают новым людям, да, мои зрители постоянно отвечают новым людям. И самое приятное, когда они отвечают правильно, то есть правильно пишут имя моего сына, то есть сколько ему, сколько мне лет, да, и корректно отвечают на вопрос, где мой муж, да, что там, я не говорю об этом, это моя личная, как вот такое, да. И мне очень приятно, потому что я понимаю, что эти люди действительно следят за мной и смотрят мою жизнь, да, и все знают про меня. Это очень приятно. И я вам вообще респект, просто большое вам спасибо, я вас замечаю и очень сильно ценю. Вот вам поцелуйка от меня, личная такая. Вот, еще что-то хотела сказать, но я забыла, я забыла. Я вспомню, скажу. Все, а сейчас поеду еще кое-какие дела делать. Да, в Солярии, кстати, я беру Black Star крем. Кто-то спрашивал у меня, Black Star со звездочкой, он такой черный со звездочкой, забыла показать. В общем, вот такой бронзатор и активатор хороший. А, вспомнила, что хотела сказать. Я на самом деле сейчас ехала в машине, я не помню, какое радио, у меня играют постоянно разные. И там девушка одна говорила, там ученые какие-то все время исследования проводят. И вот одно из исследований, которое мне понравилось, это когда человек зевает, а ему зевают в ответ. И это значит, что тот другой человек, который зевает вам в ответ, это значит, что он испытывает к вам симпатию. И расположен к вам эмоционально. Это касается то же самое и улыбки, и удивления. То есть, если вы удивляетесь, человек удивляется в ответ. То есть, он испытывает к вам симпатию, и к вам расположен эмоционально. Вот, так что один из таких факторов, который можно тоже, да, такие, вы зевнули, зевнули в ответ, парень зевнул в ответ, и вы такие, опа, я ему нравлюсь. Примите на заметочку, мне понравился сей факт. Вот, решила зайти в Fixed Price, в который я очень давно была, я здесь недалеко. Фотосессия у меня была беременная, вы, наверное, видели это видео. И здесь в Fixed Price есть Соколова это, что ли, или что-то такое. В общем, пятерочка рядом. Бизгруппа компания. В общем, кто знает, по-моему, он Соколов. Зайду, посмотрю, может, тут что-то новенькое есть, по дороге было. Хорошая новость, тут есть то, что нет в нашем Fixed Price. Взяла еще тут кое-что, в общем, кое-что, еще вспомнила про кое-что. В общем, в самый последний момент все повспоминала. В общем, взяла, так что мне будет, что показать вам в Fixed Price. И, главное, взяла же камеру с собой и ни разу там не включила. Во-первых, там жара. Во-вторых, короче, я разошлась. У меня огромный еще просто пакет вам показать. Так что ждите Fixed Price на видео. Оно будет весело. Как прикольно свет падает, да? Он подсвечивает сзади солнышко меня. И у меня прям лучики какие-то. Ой, любимый званик. Да, Кисюль? Я сейчас еду уже домой. Все дела подделала. Но я сейчас еще попробую на сервис заехать рядом с домом. И чтобы мне антифриз поменяли. Если так получится, я тогда дома у мамы посижу. А они там пока остынет машина, поменяют. Вот. Сейчас домой еду к малому уже. Давай целую. Что я там говорила? А, все, отправила подарочки. Отправила подарочки на почте девочкам, которые мне выиграли в Инстаграм. Но скоро будет конкурс на Ютубе. Я уже говорила. А, да. С Lady Collection будут подарки более, более, более интересные. Так, все, мчим к моему малышу. Мир цветов. Мне кажется, я такая вся желтенькая. И очень мне идет вот сейчас этот фон. Розы. Розы. Сейчас на его... Здрасте. Розы. Да у меня осталось последних немного денег. И я хотела бы купить цветочки маме. У меня было 350 рублей. В итоге за 350 рублей ничего не купишь. Незавтра перевод онлайн. У них есть онлайн. И это хорошо. Я купила вот такой вот букетик маме. Я думаю, ее порадовать. Вообще, я считаю, что нет девушек, которые не любят цветы. У меня мама такая, ну что, не особо любит цветы. И я тоже их не особо люблю. Но в плане я не люблю за их, понимаете, уход за них, пока брежешь. Потом их надо вынести, они уже завявшись стоят. Вот поэтому не люблю цветы. А вообще, ну смотри, ну какая девушка не любит цветы. Вот если бы они просто стояли и радовали глаз, вот сами по себе цветы. Как они могут не нравиться? Я не знаю таких девушек, чтобы это не нравилось. И когда дарят это внимание, цветы, блин, дорогие, нынче. Вот, поэтому я ей вот так вот подарю. Сказали, долго буду стоять, а не сегодняшний. Смотрите, какая красота. Вот, и глазик будут радовать. А потом, когда они ей завянуты, она просто в картиночки вынесет. И это несложно вообще. И никакого мусора, ничего. Надеюсь, ей понравится. Ой, мам. Я пока вот так до тебя буду ходить. Я похудею. Кто пришел? Это тебе. Я решила тебя порадовать. Но я в таком виде. Но я не буду тебя снимать. Тебя слышно. Я решила тебя порадовать, но просто цветами. Вот я знаю, что ты не любишь похожие цветы. Или как ты? Почему? Любишь цветы? Любишь цветы? Ты такой большой стал сына. Я только ушла ненадолго. Ты вырос? Ты не рос. Ты кусал, вырос. Мой Жойка. Мой Жойка. Мой котенок. Мой котенок. Не сядь. Сулей, мам. Такой дурывнич. Дурывнич такой. Ты такой дурывнич, мамин. Мамин. Ой, мама наготовила борща. Сказала. Коты лет. Я голодная. Ничего нигде не ела. Пришла есть. Ты рада? Разогревать? Да. Сына. А ты чего такой большой? Котик мой. Ты чего такой большой зайчик? Все, бабуленька, мы от тебя уходим. Да, сына? Да. Но мы ненадолго. Мы не можем надолго нашу бабулю оставлять без внука. Ты рада, что мы без тебя не можем? Ну, ну, ты скажи, бабушка, без тебя я не могу. Не знаю, как еще. Чего там за слово? Чего? Ну, вот наш сумасшедший день подходит к концу. Сын уже сейчас будет спать. Так, зашли, разделю. Сейчас я первым делом его раздела, чтобы он тут уже гонял. А я сейчас разберу все вещи, все, что там мне пришло. Не знаю, сколько наснимала. Может, закончить на сегодня влог, потому что... Ой, что я наснимала-то? Мне кажется, уже нормально. Опять, да? Я в тот раз не рассчитала, и получился длинный влог. Так все время. Мне кажется, я ничего не снимала, а в итоге там на полчаса. Так что я погляжу, что там, и, возможно, заведомо с вами прощаюсь. Целую, люблю. И увидимся в следующем влоге. А еще мы увидимся раньше, потому что скоро фикс прайс, скоро конкурс, и скоро... А, и не скоро, а просто все песни. Часто меня просто спрашивали, где песни под видео. Не забудьте. Можно зайти и там скачать все песни, которые у меня есть. Также готовятся еще песни. Вот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok